Рад приветствовать вас в эпицентре мотивации, мы продолжаем нашу насыщенную программу. Прямо сейчас на эту сцену поднимется человек, которого без всяких преувеличений можно назвать биохакером. Раньше он работал с финансовыми данными, а теперь привык все измерять, а теперь вот измеряет сам себя. По 400 анализов ежегодно и вообще всего... Ежемесячно. Да, 10 тысяч измерений самого себя. Итак, Станислав Скакон, SEO, Биодата, сейчас расскажет... В общем, все о биохимии. Спасибо большое за представление. Что биохимия может рассказать о вас? Всем привет, меня зовут Стас, я основатель компании Биодата. В нашей компании мы занимаемся изучением траектории старения. Что это такое? Это то, почему все люди живут разное количество лет, они живут с разным количеством качества жизни. По-моему, с разным качеством жизни. По-моему, это очень интересный вопрос, почему так происходит. Мы в нашей компании с биологами, с врачами ищем ответ на эти вопросы. Ну и, конечно, наша цель — это найти не просто измерение траектории старения, а найти решение, как замедлить старение, как продлить здоровую жизнь. Эта компания существует два года, но создать ее пришло в голову мне из-за ежедневной, ежемесячной рутины, в которой я живу уже пять лет. Уже пять лет я сдаю ежемесячно по 300-400 показателей биохимических, это там 10 пробирок крови ежемесячно примерно. И таким образом у меня где-то 10 тысяч медицинских измерений по себе за последние пять лет. Это примерно второй по масштабу в мире эксперимент по quantified self, то есть по оцифровке самого себя. Самый лучший эксперимент, на мой взгляд, был сделан в Стэнфорде. Их я считаю первыми. Там миллионы показателей снимались в реальном времени с человека одного. Вот это было бы интересно повторить здесь с теми технологиями, которые есть в Москве. Но сегодня мы не будем говорить много об этом эксперименте, потому что сегодня вопрос другой и тема совершенно другая. Самый частый вопрос, действительно, который я слышу всегда от клиентов, знакомых, и он заключается в следующем. Как вообще говоря, не терять мотивацию, как защититься от выгорания, где найти энергию. И многие помнят, наверное, статью Сержа Фади, она тоже была про энергию, про мотивацию. Поэтому сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. Очень часто, когда мы заходим в поиски внутреннего источника энергии, мы оказываемся вот в этой ситуации, этой лисички, которая сидит, например, у психотерапевта или на тренинге личностного роста, и нам объясняют, что нужно изменить угол зрения на то, как мы живем, нужно найти какие-то внутренние ресурсы в самом себе, победить стресс, найти новый смысл и так далее. То есть мы находимся в ситуации воспринимающего человека, который должен встать на какую-то другую точку зрения, несколько принудительно, может быть. И поэтому у нас двойственные, может быть, впечатления о тренингах личностного роста, о психотерапии. У меня хорошее отношение к психотерапии, это полезная штука. Но на самом деле, что является тем самым критерием вовлеченности, мотивации, энергии человека. На мой взгляд, наша личная эффективность, энергия – это как раз способность нашего организма эффективно отвечать на те стрессовые факторы, с которыми мы все время сталкиваемся в работе, в жизни и так далее. Мы не можем уклониться от этого стресса, и то, что приводит к потере мотивации, к выгоранию, к потере энергии – это как раз то и есть. То есть мы становимся в какой-то момент неспособны эффективно отвечать на эти проблемы. И вот у нас как-то была в компании очень интересная история. Пришел человек, мы занимаемся большими чекапами. Мы делаем чекапы на 800 показателей организма. Приходит человек и говорит, я партнер четверки, но мне ничего не хочется, у меня все есть, мне не нравится моя работа, и я потерял мотивацию, я выгорел, потерял вовлеченность. И мы говорим, некогда объяснять, нужно 800 показателей сделать. Делаем большой чекап и видим, что сломаны 6 разделов организма разные, и удивительным образом все они отвечают за мотивацию и за энергию. То есть мы называем эту историю, это была девушка. Мы называем эту историю девушку, у которой сломалось все. Если бы она пришла к какому-то отдельному врачу, к психиатру, к психотерапевту, к эндокринологу, каждый врач увидел бы какую-то картинку общей истории, а нужно посмотреть в целом, потому что у той девочки сломалось все. Если бы она работала с каким-то одним врачом, он находил бы решение своей задачи, но она не получала бы энергию обратно свою. То есть пять других причин продолжали бы ее мучить. И отсюда родилась идея вот этого рассказа, вот этой лекции, которую я хочу прочитать сейчас. Откуда берется энергия, что нам позволяет эффективно отвечать на стресс, как нам не терять мотивацию. И вообще, по-моему, до того, как мы должны погрузить человека в все эти тренинги, психотерапию и так далее, давайте разберемся сначала с органикой, с организмом, что там не так. И тогда, может быть, человек сам разберется, чего ему хочется. Хорошо. Немножко быстрый такой стремительный экскурс в физиологию стресса, стрессового ответа. Первое, что мы очень хорошо знаем, все наверняка слышали этот пример, ну, поднимите руку, кто слышал, если равномерно дышать животом, то ты успокоишься, и ты перестанешь бояться. Слышали кто-нибудь про такое, да? Очень многие люди здесь поднимают руки, то есть ползала, как они точно слышали, остальным просто лень, наверное, поднять руку, например. На самом деле, почему эта штука работает? Дыхание – это одна единственная функция организма, которая вообще-то происходит бессознательно. Мы дышим и не задумываемся, но если надо, мы можем дышать сознательно, то есть мы можем управлять своим дыханием. Другие процессы, такие как пищеварение, сердцебиение, там, не знаю, голод, например, да, мы не можем их контролировать усилием своей мысли, а дыхание можем. И вот все вот эти автономные процессы, которые у нас протекают, и в том числе дыхание, управляются такой штукой, как блуждающий нерв, которая проходит через действие наш организм, соединена со всеми органами. Когда вы дышите животом, вы заряжаете свою парасимпатическую автономную нервную систему и как бы заставляете ее работать равномерно. Она активируется, и именно парасимпатическая нервная система отвечает за вот это спокойное, бесстрессовое состояние и течение. Даже если вы очень боитесь, например, летать на самолете или выступать публично, если вы подышите, то все будет хорошо, потому что вы активируете свою парасимпатическую систему, которая отвечает за отдых и аккумуляцию энергии, в отличие от симпатической нервной системы, которая управляется адреналином, кортизолом и отвечает за стресс, страх, гнев, убегать, реакцию убегать или бить. Йога и цигун работают на этих же принципах. Вы рассредоточиваете свое внимание на движении, дыхании, поэтому именно в восточной практике, которые нацелены на концентрацию внимания, они все работают через эти принципы дыхания. Это первое, что мы учим. Блуждающий нерв – это первый тезис. Второй тезис интересный. Оказывается, ну вообще, например, на нашу стрессоустойчивость очень сильно влияют половые гормоны. Тестостерон у мужчин отвечает за мужественное, так скажем, поведение и уверенность в себе, а эстрогены у женщин в значительной степени отвечают за женские модели поведения. И вот интересно, что гормоны стресса, кортизол прежде всего, самый главный гормон стресса, он делается из тех же самых кирпичей, что половые гормоны. То есть мы не можем одновременно стрессовать и размножаться. Мы должны решить, что мы делаем в этот момент. Убегаем, спасаемся или реагируем на нападение, либо размножаемся. Эти процессы не работают одновременно. И на самом деле, если мы находимся в ситуации хронического стресса, то здесь нарисован такой трубопровод, вы можете его разглядеть подробно на экране, что из пригненолона, прогормон, так скажем, субстрат кирпичи, можно сделать как гормоны стресса, так и половые гормоны. Поэтому, когда мы занимаемся диагностикой стресса хронического, то обязательно делаются анализы на эти гормоны, и мы смотрим. Например, может быть так, что уже не только половых гормонов нет, но уже и надпочечники недостаточно вырабатывают кортизол. В этой ситуации мы не можем проснуться. Ситуация, в которой мы не можем проснуться, это значит, что уже кончилось всё. Кончились уже и половые гормоны, и, конечно, в последнюю очередь организм отключает кортизол. Потому что кортизол нужен, чтобы выживать, каждой конкретной особи. И поэтому стадия, когда организм уже не производит кортизол, мы не можем проснуться, это последняя стадия стресса. Про циркадный ритм. Третья история. Как раз она связана с кортизолом. Кортизол — это синий график, он имеет свой пик утром. И как раз очень важно иметь, не тусить по клубам до 4 утра, когда мы находимся в искусственном освещении, издеваем свой циркадный ритм, а соблюдать тот ритм, который заложен в нас эволюционно. Отключать гаджеты, переводить их в красный режим в 10 часов вечера, ложиться вовремя спать, чтобы утренний пик кортизола приходил тогда, когда надо, часов в 8 утра. Здесь, может быть, есть люди, я точно такой, которые знакомы с проблемой, когда вы просыпаетесь в 5 утра, не можете заснуть снова какое-то время, а потом вы просыпаетесь уже в 8 совершенно разбитые. Вот эта ситуация, я с ней сталкивался, как я ее исправлял. Я исправлял свой циркадный ритм, потому что пик кортизола организм дает его в 5 утра, он думает, что пора уже вставать от тех куда-то, добывать еду, но вы еще не готовы, у вас сдвинуть циркадный ритм, у вас еще 3 часа поспать вроде как было. Но когда вы в 8 пытаетесь уже встать на работу, у вас, к сожалению, уже никакого кортизола нет. И все вот эти механизмы, они постепенно нас задалбывают, раздалбывают, мы истощаемся, и, конечно, мы знаем признаки стресса. Сердце бьется, дыхание теряется, панические атаки, мы боимся, мы раздражительные, мы злобные. Но мы часто забываем про подводную часть этого асдерга, это тоже симптомы стресса, часто РВИ, проблемы с кишечником, снижение либидо, беспричинные головные боли. Все, что находится под водой, часто не интерпретируется людьми как избыточный стресс, как потеря энергии. Это рассматривается как отдельно в тыщеварительной системе какие-то проблемы. А на самом деле любой из нарисованных на картинке симптомов связан с вашей мотивацией, энергией и вовлеченностью в то, что вы делаете на работе, например. Поэтому всему этому надо уделять большое внимание и как-то с этим делом бороться. А чтобы бороться, нужно сначала все-таки измерить. Потому что если мы не измеряем какой-то процесс, то мы не можем его контролировать. И отсюда встает вопрос, как нам измерить энергию, потому что кто-то понимает под этим какие-то нематериальные совершенно вещи или кто-то понимает под этим мотивацию. Мне объяснили, что у меня много энергии, теперь я знаю, что у меня много энергии. Или кто-то может понимать, как я чистую органику. Для меня энергия — это гормоны и правильное функционирование организма. Поскольку уже я биохимический такой ортодокс, то я и буду говорить о физиологических параметрах организма. И первый маркер стресса — это индекс так называемого Баевского, который изобрел академик Баевский для того, чтобы в 50-е годы, когда разрабатывались программы покорения космоса, он был разработан для оценки состояния космонавтов и восстановления. Очень простой принцип. У нас бьется сердце все время, каждый удар следующий по длине отличается от предыдущего. На картиночке видно 0,8 секунды, 0,79 секунды. Это миллисекунды, 890 миллисекунд, например, 730 миллисекунд. Вот эта вариабельность сердечного ритма, она сильно падает. То есть каждый удар как нейтроном, как часы. Каждый удар сердца похож на предыдущий, если вы в стрессе. За это отвечает гормон адреналин. Поэтому если мы померяем внутри дня, вот, например, с помощью такого фитнес-трекера, если мы померяем внутри дня, как бьется наше сердце, мы можем определить периоды, когда мы находимся в стрессе. Оранжевая зона здесь, в мобильном кабинете этого девайса. Или, например, мы можем увидеть, что мы спали, и ночь прошла в зоне восстановления. Сердце билось вальяжно, каждый удар отличался от предыдущего. Это очень ценный график, потому что, если, например, вы выпьете полбутылки вина за пару часов до сна, то спать вы будете в оранжевой зоне, вот так, как на правом графике. И вы проснетесь утром более уставшими, чем вы заснули вечером. Если так сделаете 4-5 дней подряд, условная батарейка вашего тела истощится до нуля. Примерно полностью заряженный человек, ему где-то надо 4-5 дней, чтобы довести себя до ручки вот таким графиком жизни. То есть спать там поздно ложится. Если вы поздно ложитесь, как вот там показано, я ложусь в 3 часа, вы тоже не успеете войти в зону, в голубую зону отдыха. Там видно потом будет на графике, может быть, крупнее, что я лег очень поздно в ту ночь. В принципе, это означает, что алкоголь за 2-3 часа до сна нельзя употреблять, лучше употреблять его на работе, получается, в 6 часов или когда-то тогда. Значит, чтобы, не дай бог, не испортить себе ночной сон. Постараюсь ускориться. Ну, у меня есть еще 11 минут 25 секунд. Следующий очевидный источник стресса, нашего стрессового ответа и показатель нашего успокоения – это гормоны. Адреналин, норадреналин, про них мы уже сказали, это гормоны страха и гнева соответственно. Допамин – это настоящий гормон награды, именно что счастье на самом деле. Допамин именно является гормоном, который выбрасывается при сексе, при еде, при достижениях каких-то спортивных у спортсменов, при употреблении некоторых запрещенных веществ. И, соответственно, допамин заставляет нас чувствовать себя крутыми, счастливыми. Вот серотонин, который часто называют гормоном счастья, на самом деле является гормоном спокойствия, такого спокойного удовлетворенности собой, когда тебе никуда не хочется стешить, и ты просто доволен, ты как бы находишься в комфорте с собой. Его иногда называют гормоном топ-менеджеров, потому что говорят, что люди с высоким серотонином убедительны, они говорят что-то, доказывают, влияют на своих коллег. То есть это такой гормон альфа-особей. Но я что-то у топ-менеджеров московских вижу все время его в такой красной низкой зоне, что похоже, как-то топ-менеджеры без серотонина в Москве обходятся и без солнечного света. Все эти вещи можно измерить и, соответственно, в крови, в моче, даже еще лучше измерять их. И можно сделать некоторые выводы о суточном цикле этих гормонов, о дефиците и нарушении нейротрансмитров. Это все влияет на стрессовый ответ. B6, B9, B12, D — это ровно те четыре витамина, еще одна группа показателей, которые влияют на вашу стрессоустойчивость. Кто-нибудь здесь сталкивался с приемом витамина D с его полезными эффектами, кто-то разгонял у себя витамин D, как минимум человек 10 в зале понимают на своей шкуре, о чем я говорю сейчас. Мы все живем в дефиците солнечного света в Москве. Даже если мы находимся в солнечный день в офисе, мы не получаем витамин D, поэтому конденсация его до оптимальных уровней нужна для того, чтобы мы чувствовали себя более энергичными. У нас есть клиент, который получил от нас 20 рекомендаций по здоровью. Он съел достаточное количество витамина D, под контролем врачей это делается всегда, конечно же. Он принимал витамин D и сказал, мне так хорошо теперь, я не буду все остальное делать, потому что мне вот здесь и сейчас нормально под витамином D. Одну из 20 рекомендаций он выполнил, ему стало достаточно. Он директор инвестфонда и живет в самолете. У него 50 перелетов в месяц. То есть иногда он летает по нескольку раз в месяц, но это его рекорд — 50. В6, В9 и В12 — это известные нейровитамины, но вот В6, например, часто дефицит витамина В6 коррелирует с паническими атаками. То есть люди, которые испытывают панические атаки, иногда это может быть связано с дефицитом витамина В6. Еще одна очевидная история, которая тоже была сломана у девушки, у которой сломалось все, — это анемия. Это просто дефицит железа, дефицит или дефицит синтеза красных кровяных телец, которые переносят кислород по нашему организму. Если вы анемик, то вы не можете себя априори чувствовать отдохнувшим и сильным, и полным энергии вовлеченным, и никакая психотерапия вам не поможет. В России, например, 10% людей страдает железодефицитной анемией, но 40% из этих 10, то есть еще 4% населения, не знают, что у них этот диагноз. Потому что, чтобы поставить этот диагноз, нужно анализы сдать. И люди не сдавали анализы просто и не знают, что у них на самом деле анемия. И вот в анемии 40% пациентов потенциальных просто не знают, что у них есть этот диагноз. Дальше мы говорим про гормоны. Тут две железы нарисованы, это надпочечники. Они вырабатывают как раз половые стероидные гормоны и кортизол, а с другой стороны щитовидные железа, которые называют королевой эндокринной системы, самая большая железа. Гормон Т4, точнее прогормон Т4, который вырабатывает щитовидные железа, тесно связан с уровнем энергии, метаболизмом энергетическим, производством АТФ, на которое способен ваш организм. Поэтому люди с гипотериозом часто являются гипофункцией. Люди, у которых плохо работает щитовидная железа, они являются плаксивыми, раздражительными, злобными, и часто они не узнают сами себя в этом статусе. Говорят, раньше-то мы были веселыми и добрыми. Но на самом деле у них просто, например, стартует аутоиммунный тиреидит. Кстати, у девушек, у женщин в 4 раза выше риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, чем у мужчин. Мы пока не знаем почему, но мы четко видим картину, что у женщин риск в 4 раза выше. Поэтому гормоны и антителак щитовидной железы – это обязательная штука. И вот получается, что когда мы диагностируем ресурс личной эффективности, мы должны, вообще-то говоря, просто разобраться вот с этой штукой. То есть мы должны просто прийти, забрать анализы в крови, посмотреть, что у человека сломано. И мое подозрение, что сломано что-нибудь одно, по крайней мере, у всех. И редкие везунчики набирают 3-4 пробоя в этой панели. Это хорошая история для, например, корпоративной программы Wellness, на мой взгляд. Мы пилотируем сейчас, если коллегам интересно, мы пилотируем сейчас с одной московской компанией для ключевых сотрудников даже CheckUp по личной эффективности топ-менеджеров. Ну хорошо. Мы нашли какие-то пробои, сдали анализы, и остается 5 минут, чтобы обсудить, что с этим делать. Сдали CheckUp. Я люблю CheckUp. Это столько крови занимает 800 биомаркеров. Чтобы сдать такой маленький CheckUp, как на предыдущей странице, не нужно 28 пробирок крови сдавать, поэтому это все гораздо проще. Дальше я сначала не буду очень оригинален. И напомню, что есть здоровый образ жизни. То есть нетерсонализированные рекомендации, которые всем нужно исполнять. Без разбора того, вы женщина или мужчина, молодые или старые. Это, прежде всего, оптимизация нашего сна. Потому что, как было показано, спать нужно в голубой зоне. И если, например, у вас есть прибор, вы можете изучать свои паттерны сна, и вы можете сделать какие-то выводы, сколько алкоголя вам можно употреблять, как вам нужно тренироваться, чтобы не перетренироваться и спать нормально, например. И когда вам нужна следующая тренировка, например. Но что мы знаем про оптимальное пространство до сна? Оно, прежде всего, должно быть бесшумным и темным. Потому что наш мозг, и так современно рептилий появилось еще, он никогда не засыпает. Мы всегда, когда спим, мы ждем, откуда нападет враг. Поэтому если за окном приезжает машина, она шумит, наш рептильный мозг, он просыпается, и мы можем не проснуться в полном смысле этого слова, мы не замечаем это, у нас происходит пробуждение, нарушение паттерна сна. Мы теряем глубокий сон. Если мигает где-то телевизор красной лампочкой, заклейте его, пожалуйста, непрозрачным скотчем. Можно и готовиться специально ко сну, потому что, конечно, хорошо, Стас, я ложусь в три часа ночи все время, и меня это вроде как устраивает. И более того, я не могу заснуть в 12 часов ночи. Я тоже, кстати, не могу заснуть в 12 часов, потому что нужно правильно готовиться к этому. То есть можно правильно готовиться с точки зрения отключения всех гаджетов, нужно правильно готовиться с точки зрения соблюдения режима сна. Вот мой режим сна совсем нерегулярный, он на картинке. Ложусь все время в разное время, сплю разное количество времени. А вот если заставить себя ложиться и вставать в одну и то же самое время, то вы точно ощутите прилив энергии дополнительный только из-за того, что у вас есть режим некоторый. И вы встаете в одно и то же время, и ложитесь в одно и то же время. Ну и, конечно, там можно попринимать магний, Б6 и так далее, элементы для торможения нервной системы. Но, по крайней мере, не стоит во второй половине дня употреблять кассеин и кофе. ЗОЖ. ЗОЖ — это хорошо. Есть ли какие-то другие способы? Безусловно, они есть, о них можно долго рассказывать. Например, просто хронические очаги воспаления сжирают вашу энергию и тратят ее. Помогают ли йога, цигун, скалолазание, какие-то статические упражнения, коленистика для того, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему? Да, как мы сказали, это крутой способ, именно поэтому эти практики работают. Как и медитация. Я хочу сказать отдельно здесь про стимуляторы, так скажем, smart drugs. Потому что многие думают, что биохатеры едят. Мы, конечно, едим там где-то горстями. На первом слайде я признался, что я ем 30 препаратов в день. То есть сегодня я съел уже половину их. И вечером доем то, что осталось. Но при этом, несмотря на такой плотный график употребления препаратов, я не употребляю стимуляторы. И smart drugs, к которым относятся препараты из ряда рацетамов, например, запрещенные в нашей стране. Модофинил, который никому нельзя употреблять. И так далее. Почему? Потому что просто эти стимуляторы будут вас черпать резервы и те резервы мозга, которые потом вам когда-то могли бы пригодиться. Поэтому если вы строите совместно с своим врачом какой-то протокол про качество мозга, так скажем, избегаете стимуляторов, которые пинают ваш мозг и заставляют его работать быстрее, быстрее, быстрее. Потому что это быстрее, быстрее заканчивается по статистике полным нервным истощением и невозможностью сконцентрироваться. Остается время сказать еще про пару книжечек, которые, на мой взгляд, очень хорошо вписываются в концепцию обсуждения стресса. В этой книжке, конечно, известная антихрупкость. Рассматривается больше стрессы систем. То есть как компания должна… Ну и там много примеров еще из живых систем, конечно же, тоже. Как компания или как живой организм борются со стрессом. Эта книжка вводит для нас понятие гарнизиса. То есть что небольшое количество стресса, которое не приводит к истощению, имеет тренировочный эффект, активирует защитные силы организма в том числе. И, соответственно, потом, например, работают спортивные тренировки. Вторая книжка, которая имеет отношение к тени ресурсных состояний, и к прокачке мозга, и эффективности, и увлеченности. Это, конечно, книжка «Поток», в которой нам говорится следующее. Если мы живем в таком узком коридоре, чтобы нам не было страшно от тех задач, которые перед нами стоят, и чтобы не было скучно от тех задач, которые перед нами стоят, то вот в этом узком коридоре мы будем всегда находиться в ресурсном состоянии. Нам будет интересно заниматься тем, чем мы занимаемся. Наверное, вот эти две книжки имеют отношение к стрессу. Если кто-то не читал, можно поискать там какие-то ответы. Поэтому хочется закончить каким-то призывом. Мы не спасемся от стресса, он всегда будет только увеличиваться. Мы не молодеем, жизни становится проще, значит, деньги дешевеют, и поэтому стресса будет только больше. Мое предложение измерять в себя, измерять стрессоустойчивость и прокачивать себя. На этом я поблагодарю вас за внимание и буду готов взять любые вопросы. Спасибо, Стас. Но очень много вопросов поступило во время вашего выступления. Буду таким переводчиком из мобильного приложения вслух. Первый вопрос. Как мы можем влиять на уровень гормонов самостоятельно? Вообще, возможно ли это? Видимо, имеется в виду без применения каких-то веществ. Гормонозаместительная терапия может проводиться только под контролем врача, и она весьма имеет… Ну, это такой билет в один конец. То есть, если мы начинаем компенсировать гормоны в какой-то момент, то из-за принципов обратной связи мы потом не можем остановиться. То есть, потом нуждаемся в постоянной сапплементации. Потом гормоны тоже я, в принципе, не употребляю в своем эксперименте. Но на самом деле, если мы корректируем нутритивный статус, витамины, если мы корректируем свой циркадный ритм, то в значительной степени мы способны восстановить те резервы, естественные наши, гормональные, которые должны нас поддерживать. То есть, здесь нужно больше уделять внимание с естественными возможностями организма, но давать ему какие-то простые интервенции, которые позволят восполнить недостаток энергии. То есть, если дефицит йода, обязательно будут проблемы с щитоидной железой. Если дефицит В12, обязательно будет глаз дергаться. Поэтому нужно… Витамины, нутритивные дефициты надо устранять. Вот, коротко если. Так, ну и вот второй вопрос практически продолжает затронутую тему витаминов. А помогают ли поливитамины? Интересуется кто-то из них. Поливитамины бывают разные. Бывают поливитамин в том смысле, что все элементы там включены. Animal pack какой-нибудь. На мой взгляд, это не очень хорошая штука, потому что многие витамины не могут употребляться… Они взаимодействуют, отключая эффекты друг друга. Например, витамин В12 и С, они деактивируют друг друга. Цинк и медь конкурируют за усвоение, и поэтому, если вы принимаете их параллельно, они деактивируют друг друга. Обычно, когда мы принимаем поливитамины, получается так, что там высокие очень дозировки, и ответ именно почему так, именно поэтому. То есть большая часть этих веществ просто деактивируют друг друга и сольются в мочу. Поэтому я, например, подбираю обычно свой стек по баночкам. Одна баночка – одно вещество. Но есть уже понимание у фарма или у провайдеров, что нужно делать какие-то более умные комплексы. И есть конкретные БАДы или поливитамины, содержащие, например, те элементы, которые должны сосчитаться. Если поискать, то можно найти хорошие поливитамины. Одним из примеров неплохих поливитаминов является продукт «Алфавит». Там как раз даже таблетки так и называются – «Утро, день, вечер». Утро, день, вечер. Там мы смотрели специальный состав. Действительно, они очень умно составлены. Это не реклама, мы вообще никак не связаны с «Алфавитом». Но они действительно неплохо скомбинированы вообще для нутритивной поддержки. Не только от стресса, но вообще. Так, ну еще немножечко о допинг-веществах. Как же быть тогда с вином? Вот вы сказали, что вечером не очень. Я сказал ответ на работе. Пить на работе. Ну вообще, смотрите, как бы у меня спрашивают. Можно задать вопрос. Пью, употребляю ли я алкоголь, например. Ну, употребляю. Я просто говорю о том, что если вы измеряете свой стресс, измеряете свою батарейку тела, вы понимаете, когда вам нужно нажать на тормоз и немножко дать организму восстанавливаться. Мне кажется, что все хорошо в меру и вовремя. Ну и давайте, наверное, последний вопрос. Давай. Я готов сколько угодно. Наши предки, пишут нам наши зрители, вообще-то спали под луной. Почему же вы утверждаете, что сейчас спать нужно в полной темноте? Под луной не очень хорошо спится. На самом деле спали они в тещерах, в норах, скорее всего, наши предки. Ну, те, кто выжил. Да. Вопрос интересный. На самом деле, все-таки свет Луны, он естественный и немножко по-другому, наверное, на нас действует. Но хотя вы знаете, есть такое приложение, есть гироскоуп, которое мониторит тоже уровни стресса, уровни восстановления. Там оно мониторит кучу метрик, гироскоуп. И вот создатели приложения утверждают, что даже с циклом Луны связаны уровни стресса и реакция людей, их восприимчивость к стрессу. То есть полнолуние – это типа плохой момент для восстановления и для… Ну, сейчас здоровье немножко приседает, типа, в момент полнолуния. Правда, мы-то знаем сейчас, что речь скорее идет о каком-то, ну, тогда гравитационном или магнитном или приливном воздействии Луны, а не о световом, потому что мы все-таки Луну не видим в городе. Да, я в Москве не помню, когда я последний раз Луну на небе видел. Вот, в основном, ничего не видно. Я… То, что след плохо влияет на качество сна, снижает количество глубокого сна, это есть такие медицинские исследования. Но, спасибо за вопрос, я вставлю ссылку тогда в слайд. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Спасибо. Станислав Скакун, SEO Biodata. Итак, с вином осторожнее, спите больше, избегайте стресса, пейте витамины.